Ян Николаевич, мы с тобой до 17-го суток. До 17-го суток. Итак, вы адвокаты, которые защищают Яна Катеревского. Только что мы были на заседании, но все, что случилось, понимают только профессионалы. Что же сейчас произошло? В настоящий момент решение Люберецкого городского суда было отменено, направлено на новое рассмотрение. То есть, в принципе, суд признал решение суда незаконным и необоснованным и направил на новое рассмотрение уже в новом составе суда. То есть, будет уже рассматривать другой судья. То есть, если я правильно помню, одна из мотиваций жалобы была в том, что Яна судил, в меру пресечения выбрал судья, который является мужем той знаменитой судьи Голошевой из Раменского суда. То есть, у них был какой-то личный мотив и неприязненно могла бы вполне быть. Ну, здесь судья это не огласила. Все будет оглашено в мотивировочной части. Но, насколько я понимаю, суд увидел нарушение уголовно-процессуального законодательства. И на основании этого, как бы, отменил решение и вернул на новое рассмотрение. По поводу вашего утверждения ничего не можем сказать. Ну, тем не менее, мы слышали, что судья огласила в том числе, что направлено частное определение в адрес конкретного суди. Значит, все-таки эти аргументы суд услышал. Я положительно это оцениваю, потому что, скажем, были такие тревоги относительно того, что это неудобная для суда тема, просто останется за кадром и не получит какого-то разрешения. Фактически, вначале вы могли обратить внимание, что нам отказывали при общении документов, которые могли бы свидетельствовать о наличии данной информации и конфликта с судью Голошевой. Но, тем не менее, в результате допроса супруге Яну удалось эти аргументы все-таки до суда довести. О присутствии СМИ, большое вам спасибо, позволило эту информацию не замолчать. И она нашла процессуальное разрешение. У меня вопрос. Вот изменили срок содержания под стражей с 21 августа по 18 августа. Вот эти вот три дня. Что они дают? Вообще, о чем это может значить? Мы полагаем, что в данной ситуации следствие не хочет отказываться все-таки от избрания меры пресечения. Над Яном висит фактически домоклов меч, связанный с, скажем, пока только надвигающимися обвинениями в вымогательстве. Обращу внимание, что до настоящего момента Яну не предъявлено обвинение в том, что он совершал вымогательство. Доказательств его причастности к такому деянию следствием не представлено. Мы полагаем, что их нету, быть не может. В связи с этим полагаем, что фактически сейчас на него оказывается давление с той целью, чтобы он предоставил источники информации, которыми он руководствовался при выпуске видеороликов и своих материалов и журналистских расследований. Почему я это говорю? Ян был допрошен в качестве свидетеля по указанному делу о вымогательстве. Обращу внимание в качестве свидетеля. И вопросы, которые задавал следователь, я полагаю, они содержали признаки нарушения законодательства средств массовой информации, поскольку следователю было известно, что Ян является судебным корреспондентом, что он входит в редакционную коллегию СМИ Росдержава. Тем не менее, он задавал ему вопроса два, и это были фактически ключевые вопросы допроса. Ну, кроме вопросов, представьтесь, кто вы. Это вопрос, кто являлся источником информации для его расследований. И второй вопрос, а где еще хранятся материалы, которые вы не опубликовали. Исходя из этого, я полагаю, что действительно на него оказывается давление, связанное с его профессиональной деятельностью со стороны органов полиции. Поэтому нами были направлены обращения в правоохранительный орган, это заявление о совершении преступления, связанное с воспрепятствованием журналистской деятельности, заблокированный канал YouTube, который вел Ян, удален, он не заблокирован, он удален. Ему задают вопросы об источниках информации, при этом допрашивая в качестве свидетеля и не предъявляя каких-либо обвинений. Мы полагаем, что имеются признаки такого преступления, поэтому направили в следственные органы соответствующие заявления. Также делаем все возможное для того, чтобы дело передали для расследования в Следственный комитет Российской Федерации по Московской области, поскольку рассмотрение данной ситуации и обоих дел орган полиции является, конечно, не заинтересованным органом. Они те органы, в отношении которых Ян длительное время проводил расследование, и недопустимо, чтобы они проводили сейчас в отношении его кислотственным действиям. Подавалось ли адвокатами заявление в полицию о составе преступления, в частности, именно об удалении аккаунта и канала Яна Катеревского? Указанный аргумент был указан в том числе как дополнительный аргумент воспрепятствования законной деятельности журналиста. То есть было указано несколько обстоятельств, одно из которых это попытка получить источники его осведомленности, а второе как удаление данного канала. Такое заявление информация в следственные органы перед нами. И тогда последний вопрос. Я просто немножко не понял. Сегодня у нас 13 число. Ему сказали, мы судебное постановление, на основании которого тебя посадили под стражу, мы отменяем, но 5 дней ты еще будешь сидеть. Насколько законно-то вообще все это? Ну, суд вправе как бы оставить ему меру пресечения до повторного рассмотрения в суде первой инстанции. То есть, как сказать, в настоящий момент в любом случае мы будем продолжать бороться за его свободу. И в любом случае мы будем настаивать и убеждать суд первой инстанции, что в отношении Катеревского нет необходимости избирать меру пресечения в виде заключения по стражу. То есть, это судебное заседание должно произойти, перезаседание, до 18 августа? До 18 августа. Если оно не происходит, что происходит в 18 числе? Он освобождает под стражу. Ну, будем надеяться. Хорошо, огромное спасибо вам за защиту. И если вот кто последний лично с Яном общался, кто из вас? Ну, я с ним общался. Как он вообще себя чувствует? Потому что он жаловался на ухо, то, что при его там, при задержании сильно дали? Он чувствует себя, в принципе, удовлетворительно. Он заявил ходатайство о передаче ему медикаментов. Ходатайство было удовлетворено. Супругой были переданы необходимые медикаменты. Вот на последней встрече он попросил побольше ему каких-нибудь дешевых книжек, чтобы он повышал там образование свое. Я хотела бы также прокомментировать по поводу уха. Я общалась с Яном как раз, когда была острая форма воспаления. С чем это было связано? Значит, мы знаем, что при задержании к нему были превышенные меры, необходимые для его задержания. И уже когда у него были связаны руки, он получил удар по голове, который пришелся в область уха. В этот момент он находился на полу. И он не слышит этим ухом. Когда он общается со мной, он поворачивается лучше слышащим ухом. Значит, в результате заявления ему была оказана медицинская помощь. Он был осмотрен профильным специалистом. В настоящий момент ему назначено лечение. Я полагаю, что, конечно, его в условиях содержания под стражей недостаточно. Тем не менее, нам подано заявление в следственные органы, в следственный комитет Москвы, поскольку, мы полагаем, преступление было совершено на территории Москвы при задержании. Как раз о превышении необходимых мер при задержании. То есть, он находился в состоянии, когда не мог оказывать какого-либо сопротивления. И думаем, что в отношении этих сотрудников полиции должна быть проведена проверка. И она должна быть проведена медицинская экспертиза для установления тяжести. Судебное заседание по делу так называемой банды ГТА закончилось. Подсудимых из зала 412 начали спускать в спецпомещение на первом этаже два конвоира, мужчина и женщина, в отдельном служебном лифте. У обычных посетителей доступа к нему нет. На суде преступникам объявили, им грозит пожизненное заключение. Так, дворец правосудия. Так, что-то прибыл какой-то автобус. Но не заезжает. Так, нахожусь на территории Люберецкого суда. Здесь вот встали инспектора. Будут останавливать. Одну машинку они убрали. Будем мониторить. Уазик подъехал прямо к крыльцу. Здесь ходит он с собакой один. Ну вот, с кинологической, блин. Эти пепсы подъехали, прям жопой встали к крыльцу входа. И пошли, заглядывают в машины ходят. Один прошел мимо меня, я на заднем сидении сижу. У меня тут все затонировано наглухо, не видно меня. Они вот прямо обследуют. Что-то мне не нравится это. Что вы на камеру сказали? Что вы меня в суд не пускаете, потому что у меня в сумке камера. Не, не, не. Потому что у вас нет аккредитации, вы не проходите с камерой. Как простой человек, я могу с камерой пройти? С аккредитацией. Вы только что предъявили удостоверение прессы. Хорошо. Вы решаете аккредитацию и все. Я пройду как гражданский человек. Не снимать ничего не буду. Тогда зачем вам камера? Потому что это моя вещь. Я вас поздравляю, ваша вещь. Куда мне ее на улице положить? Мы уточним и все. Все на усмотрение судьи. Все нормально. То есть вы меня отказываете в проходе, да? Я вам еще раз говорю. Получайте аккредитацию, проходите. Или относите камеру, проходите. Куда я ее отнесу? Куда хотите. У меня камеры хранения здесь нет. Представьтесь, пожалуйста. Человек в форме, который меня не пускает, представьтесь, пожалуйста. Что вам еще? Представьтесь. Или покажите свой нагрудный знак. Младший лейтенант Кувалда. Кувалдин, да? Все, спасибо. Хорошо. Цей. Там мы... Не туда. Войти в зал судебного заседания. Видео не снимать. И только слушать. Убрать камеры. И осуществлять видео только резолютивную часть, когда будет оглашена. Просто те, кто аккредитованная СМИ, им разрешено. А вот покажите нам теперь, пожалуйста, свое имя, Аня. Вот, пожалуйста, у нас есть. Вы? Спасибо. Спасибо большое, что все пришли. Жду 17-го числа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!